Яма Арины представляла собой прямоугольник и была достаточно велика, чтобы проводить вне полковые учения. Две семи ханометров составляла каждая из её коротких сторон, и в полтора раза больше — каждая длинная сторона. На дне валялись обломки рудей, отходы из литейной, бесполезные из-за того, что содержание металла в них было слишком низким. Кромоздившиеся через неравные промежутки кучи металлолома и горячего мусора мешали обзору и создавали неограниченные возможности для тактических засад и неожиданных атак. Четыре яруса сидений вертикально возвышались над ямой и уходили в потолок на высоте ста механометров. Софиты со всевозможными диапазонами света, от инфракрасного до ультрафиолета, заливали поверхность безжалостным сиянием. Трибуны были заполнены рабочими с фабрик и перерабатывающих заводов Каона, которые топали ногами так, что балконы на ярусах ходили ходуном почти на пределе прочности металлокаркаса. Гол на арене уже стоял оглушительный, и в продолжении поединка он усиливался настолько, что гладиаторам приходилось сражаться с отключенными аудиодатчиками, спасаясь от непрерывного одуряющего воздействия белого шума. Сто раз, а то и больше, Мегатронус входил в яму арены. В эту или в иную, похожую. И каждый раз он выходил оттуда победителем. В турнире чемпионов так пышно именовались эти состязания. Теперь изменили правила для противников Мегатронуса, разрешив им начинать первыми и при желании трансформироваться. Они имели возможность сканировать любой предмет и маскироваться под что угодно. Это был нечестный метод поединка, но и он работал в пользу Мегатронуса, когда он давал противнику возможность сначала показать себя, например, организовать засаду, и выходил из боя живым. Одержав полную победу, несмотря на все преграды, он казался неуязвимым. Молва о нем расходила все дальше. Не так уж много звездных циклов пошло с того времени, когда Мегатронус считался только лишь одним из наиболее грозных гладиаторов Каонской арены. Теперь же, без сомнений, он был наиопаснейшим противником. Таковым его признали давно, еще когда Мегатронус не успел обзавестись именем. А сейчас он выбрал имя, которое вселяло ужас в слабых и вдохновляло преданных. Тех, кто последует за ним. То, что это имя принадлежало другому, волновало его в последнюю очередь. Ибо ему, рожденному безымянным, было все равно, откуда произошло взятое имя. Здесь! Подумал он. Мой противник рядом! Его взгляд задержался на куче выброшенных запчастей. Такую свалку можно увидеть и в результате аварии на производстве, когда безжизненные Кибертронус лежат в ожидании восстановления и реконструкции. Тут все было банально, но Мегатронус давно понял, что мало кто из его противников имел какие-нибудь тактические хитрости. Над ним и вокруг него гремела толпа. Мегатронус посмотрел на них и торжествующе поднял руки над головой, приводя зрителей в еще большее неистовство. Это имело двойную цель. Во-первых, он заручался расположением толпы. А во-вторых, глицедиста Мегатронуса, изображающего победу, тогда как бой даже не начинался, приводило в бешенство любого противника, обладающего хоть только самоуважением. Разъяренные противники были неосмотрительны, а неосмотрительны становились мертвыми противниками. Алгоритм был безупречен. Мегатронус Мегатронус сразу заключил по тому, как слаженно они двигались. Однако все трое были примитивными дронами, обладающими лишь зачатками того, что у более развитых кибертронусов называлось сознанием. Один тут же трансформировался вездеход, снабженный шипасными гусеницами с магнитами, и рванул к стене арены, чтобы закрепиться на они повыше и открыть огонь с удобной позиции. Мегатронусу пришлось сфокусироваться на двух оставшихся, которые, не теряя времени, бросились в атаку. Первого он сбил выстрелом из бластера, второго ошвырнул прочь размашистым ударом. Не теряя АТВ из поля зрения, Мегатронус развернулся, чтобы помешать двум ботам-комбинаторам объединиться и напасть на него с флангов. Внезапно один из них поднялся на добы и выбросил строю каразинового раствора, целясь в лицо Мегатронуса. Он успел уклониться в сторону, но почувствовал жгучую боль в плече, куда попали брызги. Другой бот выпустил в руки клинки и совершил второй заход на гладиатора. Мегатронус поймал клинок чуть выше того места, где он выходил из руки. Другая струя кислоты попала ему на спину. С рева Мегатронус вырвал руку робота из сустава и бросил ее в толпу. Он сделал это специально. Он хотел, чтобы они знали, насколько он опасен. Знали, что когда идешь смотреть на бой Мегатронуса, всегда лишь тонкая грань отделяет гладиатора от того, чтобы обрушить всю арену на головы зрителей. Он сражался, как будто с осознанием собственной близкой гибели и не берегся, но в то же время, как будто бы и с осознанием того, что он никогда не умрет, и поэтому может без страха пойти на любой риск. Оторванная рука со скрячимися контактами и потеками энергона на вибролезвии угодила во второй ярус. Часть зрителей бросилась в рассыпную, а другая попыталась ее поймать. В один клик Мегатронус увидел, как лезвие растекло руку кому-то из зрителей. Через прогал между юрусами кто-то из толпы бросил злосчастную конечность в сторону верхнего ряда. Мегатронус увидел, как в результате вспыхнула новая потасовка, но он не смог долго наблюдать. Потому что АТВ на стене открыло по нему массированный огонь из лазеров огромной мощности, чего Мегатронус не ожидал от бота столь малого размера. Вспышки огня на мгновение дезориентировали его, а кислотный противник вырвался вперед, захватив преимущество. Мегатронус поставил в спину последующий энергетический залп, но все-таки добрался до покалеченного комбинатора. Всегда заканчивая убийством. Такая у него была философия. Два раненых врага, как ни крути, все еще враги. Одним прыжком покрыл расстояние между собой и ними, и обрушился всей своей более крупной массой и силой на дрона, увлекая его в кучу мусора. Кислотник опять выстрелил ему в спину, но Мегатронус не обретал внимания. Он выдержал лучший удар комбинатора, на который тот только был способен. И дрон не сумел его убить, по крайней мере раньше, до того, как Мегатронус ранил его, а заодно и его товарища на колесах. Он прижал раненого бота к земле, приставил дуло ионы пушки к уязвимому сочинению, где шеяб, переходил в грудную клетку, защищенную многослойной броней, и выстрелил. Теперь три бота не смогут составить слияние. Это была еще одна причина закончить убийство. Нистовые звуки донеслись до Мегатронуса. Единым истерическим воплем толпа отреагировала на первое убийство на состязании. Мегатронус поднял мертвого комбинатора над головой, раскачал и с грохотом саданул им об стену. Внезапно кислотник прыгнул ему на спину и начал примериваться в поисках слабых мест к затылку и шее Мегатронуса. Но это был Мегатронус. У него не было слабых мест. Гладиатор выставил обе руки за спину, сдернул кислотника и швырнул его о пол так, что запчасти полетели. Мегатронусу осталось только добить жертву. На этот раз он собрался сделать это голыми руками. Но сюрпризы на этом не кончились. Комбинатор вывернулся из захвата и пополз с неожиданной стремительностью по неровной поверхности арены на сближении с ЭТВ, что заняло позицию на стене. Они тут же слились, став единой трансформой, которая прыгнула со стены и повисла в воздухе. Я ошибся. Даже вдвоем они способны комбинироваться. Противник остановился, зависнув на высоте где-то 40 механометров над центром ямы. Выпустив кабели щупальца, комбинатор вцепился в перекладину и таким образом удерживался в воздухе. Откуда поливал Мегатронуса огнем из бластеров, в которые трансформировались его ноги? А в иные моменты спускался ниже, чтобы плюнуть кислотой. Что за странные создания эти комбинаторы? Думал Мегатронус. Отказаться от индивидуальности, чтобы слиться вместе в нечто такое, как это? Слияние внушало ему отвращение. Он ненавидел их. Всех. Любой кибридронис, готовый пожертвовать собственной индивидуальностью, не достоин носить свое имя. Мегатронус трансформировался в альтформу, которую освоил вскоре после своего появления на свет. Это был танк, адаптированный для горнодобывающих работ, а также работ по сносу сооружений. Комбинатор дал дёру, как только батарея из протонного бластера Мегатронус взорвалась вблизи его панциря и порвался один из кобелей, тот упал. Комбинатор качался на оставшемся кабеле, съезжая вниз всё ближе к поверхности арены. Мегатронус же с рёвом мчался по направлению к возвышению на другом конце арены, приближаясь к врагу с проворством, которого тот не ожидал. Тогда комбинатор зигзообразными движениями бросился через яму, скользнув так близко от балконов, что зрители первых рядов кто отшатнулся, а кто потянулся, чтобы коснуться его. Мегатронус в итоге настиг противника на вершине самой большой мусорной кучи на арене. Трансформировавшись обратно в робота в момент столкновения с комбинатором, Мегатронус схватил врага, одной рукой вцепился в плечо, а другой сдавил грудную клетку. Вдруг оптика гладиатора уловила вспышку. Враг наставил энергетическую пушку и выстрелил ему в лицо. Но Мегатронус вырвал второй кабель из тела врага, и они вдвоем упали у подножия кучи горячего мусора. Дикое ликование толпы гузел в сенсорах Мегатронуса. Пора было закончить дело. Он поднялся над обескураженным комбинатором, в его руках обнажились по булаве. Мегатронус придавил врага ногой, не давая ему сбежать. Комбинатор извивался, пытался разделиться, однако безуспешно. Его конечности царапали поверхность, ища точку опоры, чтобы вырваться, но Мегатронус был слишком силен. Подняв обе булавы, гладиатор скользнул взглядом по толпе, которая вела себя еще неистовее, чем раньше. Кому под силу сразить Мегатронуса? Покричал он и нанес удар. Смазка и части корпуса противника разлетелись в разные стороны. Никто! Никто не победит Мегатронуса! И бил он снова и снова, пока от комбинатора не остались одни обломки. Тогда гладиатор убрал оружие и торжествующе поднял руки. Я все еще функционирую! Мерным шагом он пошел из одного конца ямы к другому, обращаясь к толпе со словами. Кто из вас бросит мне вызов? Ну? Хоть кто-то! Хоть пятером, десятером! Попробуйте одолеть меня! Теперь за все мои предыдущие победы! Никому не победит Мегатронуса! Вернувшись к центру ямы, он пнул останки летающего комбинатора Инсектикона и швырнул несколько кусков толпе на трофее. Помните! Помните, что вы видели Мегатронуса! Это лучший день в вашей жизни! Помните! Преклонение толпы пьянило его, как глоток Энергона, как сама жизнь. Никогда больше я не буду безымянным, думал Мегатронус. Что-то необычное происходило по мере того, как усиливался хор голосов. Как будто по единодушному порыву толпы, последний слог прозвищ... Как будто по единодушному порыву толпы, последний слог прозвища Гладиатора начал пропадать. Мегатронус внимал и чувствовал странное волнение, когда его имя преобразовывалось, менялось, трансформировалось. Ему дали новое имя свои же поклонники. Имя, которое не носил еще ни один кибертронец. О, да! Я буду зваться Мегатроном! Он стоял приветственно, подняв руки среди клубов дыма. Мусорная куча арены, возвышаясь над телами поверженных противников. Никому из кибертронусов не под силу противостоять ему. Мегатрону уготовлено совершить великие дела. Скоро он перестанет быть Гладиатором. Он поведет их за собой. Мегатронус с торжеством покинул яму арены и отправился в заброшенные технические тоннели под заводом, которые некогда подставляли комплектующие для полуавтоматической горнообдобывающей техники. Теперь же большая часть подземелья под комплексом завода была отведена под нелегальные, но очень прибыльные гладиаторские турниры. Здесь гладиаторы, как простые механоиды, так и кибертронцы, жили, тренировались, сражались, а также ремонтировались. Тех же, кто умер, пускали на запчасти. Еще недавно, примерно орбитальный цикл назад, всем здесь заведовал криминальный синдикат, представители которого держали гладиаторов за бесправных болванчиков. А кому-то не было дело. Класс, в котором рождались рабочие для фабрики ООНа, находился в подчинении более высоких. Пока сырье исправно перерабатывают в готовые продукты, представители инженерных и правительственных классов даже не подумали бы манипуляторам шевельнуть ради своих собратьев-кибертронцев, занятых каторжным трудом на перерабатывающих заводах и уплавильных печей. Преступный синдикат использовал обстановку с выгодой для себя. Во-первых, Эмми были придуманы гладиаторские бои, во-вторых, они манипулировали исходом этих боев. Мегатрон какое-то время терпел контроль криминальных боссов. Ситуация дошла до критической точки, когда в один прекрасный день они заявились к нему с предложением сделки. Ты лучший гладиатор из тех, кого мы когда-либо видели. В натуре неуязвимый. Но трибуны пустеют. Зрители не придут, когда каждый знает, что ты возьмешь верх. Это произошло в помещении, не отличающемся от того, куда вошел Мегатрон. И Мегатрон понимал, к чему все идет. Нам нужно, чтобы кто-то еще побеждал. Не постоянно, но время от времени. Начнем со следующего раза, когда ты отправишься на арену. Это был момент, который случается, быть может, всего раз в жизни каждого. Момент, когда Мегатрон стоял перед выбором. Для конца жизни быть под чем-то контролем или... Или сражаться за право идти своим путем до смерти. И он выбрал бой. Через несколько мгновений боссы, как и их громилы охранники, все, кроме одного, были перебиты. Уцелевшего Мегатрон отправил прочь, чтобы распространить весть. У гладиаторской арены сменилось руководство. И вот, Мегатронуса больше нет. Мегатрон размышлял об этом моменте, переломном в его жизни, когда пришел в медпункт и увидел, что Шаквейв и Саундвейв ожидают его. Скоро вы поведете за собой не только гладиаторов. Шаквейв был прикормленным Мегатроном сумасшедшим ученым. Это был такой ум, который, увидев двух смертельно поврежденных гладиаторов, попытался бы сделать из них одного супер-робота. Он был напрочь лишен моральных принципов, которые даже Мегатрону не были чужды. Поэтому Мегатрон не доверял ученому. Однако, Шаквейв был предан Мегатрону. Пока. Гладиатор знал, что придет время, когда Шаквейв попытается свергнуть его, но до тех пор гений Шаквейва всецело находился в его подчинении. Совсем другое дело Саундвейв. Это был специалист по шпионажу, обладающий экстраординарными способностями. У него в подчинении находилось ватага миниконов, таких маленьких, что Мегатрон мог бы одной ступнёй раздавить нескольких из них. Саундвейв был единственным гладиатором, который дрался с Мегатроном и имел шанс одолеть его. Разумеется, они склестнулись тогда в поединке до первой раны, не до смерти. Иначе сейчас здесь стоял бы лишь один. Саундвейв был почти таким же целеустремленным, как Мегатрон. Он был почти так же упорен. К тому же, обладал набором способностей, которым Мегатрон готов был посовидовать. Множественные трансформации и тремя миниконами, которых он держал внутри себя в форме робота, но мог выпустить в любой момент в бой. Их звали Рамбл, Реведж и Латербик. Мегатрон огляделся и не обнаружил никаких миниконов. Это его устраивало. Он не доверял миниконам. Любым. А так же его не устраивало хитрить, не нравилось лгать, за исключением случаев крайней необходимости. Мегатрон скорее предпочтел бы взять то, что хотел на Кибертроне, своей силой. Однако, так поступать нельзя. И напоминание об этом было одной из причин, по которой он держал при себе Шоквейва и Саундвейва. Мегатрон был могуч и отлично осознавал это. Но и он нуждался в поддержке союзников, чьи способности дополняли его собственные. Легкие ожоги от кислоты. Объявил Шоквейв. А энергетическое оружие произвело незначительный эффект. Как всегда, Мегатрон, если бы не пара-тройка шрамов и не поверишь, что вы побывали в бою, какие замечательные прототипы я бы мог создать. Мегатрон! Шоквейв вышел в ступор, вернувшись в реальность от мечтаний об армии супермеханоидов, созданных на основе Мегатрона, и заморгал. Что-что? Ты слышал, что кричала толпа? Я Мегатрон! Шоквейв и Саундвейв перебросились удивленными взглядами. Слава Мегатрону! Шоквейв и Саундвейв. Шоквейв. 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 Продолжение следует...